Всем привет, с вами Эдскрайбер. Сегодня сравнение Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 7. Redmi Note 7 вы все знаете, сверхпопулярный телефон. И восьмерка Pro вышла в этом году на глобалке, поэтому хочется сравнить его с Redmi Note 7. В этом году, скорее всего, Redmi Note 8 Pro популярнее, чем в том году, потому что Pro в том году не было на глобалке, сейчас она есть. Очень интересное сравнение, друзья, давайте приступать. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, все ссылочки в описании, скоро распродажа 11.11. Друзья, жара, все ждем, все ссылочки в описании. Первый момент, это комплектация Redmi Note 8 Pro. Телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал и чехол. Redmi Note 7 то же самое, телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал и чехол. Наушников нет, как в одном, так и в другом случае. В принципе, комплектация неплохая, потому что есть чехол. Такой себе простой чехольчик, но все-таки, друзья, это приятно, поэтому по плюсу достается каждому телефону. Второй момент, это батарея. Redmi Note 8 Pro 4500 мАч, Note 7 4000 мАч. Хотя в первом случае батарея больше, но тест батареи показал, что Redmi Note 7 держится гораздо дольше, и причем действительно ощутимо гораздо больше. Тест батареи, друзья, можете посмотреть тоже на моем канале, было совсем недавно, поэтому плюс достается Note 7, потому что его батарея меньше, но держится она дольше. Следующий центральный камень и видеоускоритель. В первом случае это MTK Helio G90T, видеоускоритель Mali G76 и 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Во втором случае это 660 Snapdragon 512 Adreno видеоускоритель, 4 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR4X. Первый процессор в Antutu убивает 281 тысячу баллов, второй процессор 143 тысячи баллов. Понятно, разница очень большая, если вы игром Android, то Redmi Note 8 Pro, конечно, в играх будет наваливать очень даже неплохо, потому что у него более мощный процессор, несмотря на то, что это MTK. Более мощный видеоускоритель, несмотря на то, что это Mali. По качеству производительности вы играете здесь Helio MTK G90T. Сам говорю, друзья, и не верю своим словам. Четвертый момент это экран. В первом случае 6,53 дюйма, это IPS матрица Full HD Plus разрешение, 390 ppi. Во втором случае 6,3 дюйма, это IPS матрица Full HD Plus разрешение, 401 ppi, то есть точек на дюйм. Если сравнивать два этих экрана, по яркости максимальный и минимальный, то они абсолютно одинаковые. Я их тестировал в разных, друзья, условиях. По мне это два абсолютно одинаковых экрана. Никакого улучшения на Redmi Note 8 Pro незаметно. На яркости, как правило, эти экраны будут проигрывать AMOLED. На минимальном назначении яркости они показывают абсолютно одинаковые результаты. Поэтому здесь, друзья, экран в принципе неплохой, как в одном, так и в другом случае. Поэтому по плюсу каждому телефону. Пятый момент это звук. В обоих телефонах один динамик. И установил я регион Индия в одном и в другом случае, чтобы все настройки совпадали и были одинаковые. Обновления тоже на одном и на втором телефоне самые актуальные. Проверил я два этих телефона. Звучат они почти что одинаково. Где-то один лучше, где-то другой лучше. Но плюс-минус это одинаковое звучание. Никакой разницы, большой разницы вы в этих двух телефонах не заметите. Звук для 2019 года неплохой. Поэтому каждому телефону достается по плюсу. Сканер отпечатков пальцев встроен в заднюю крышку телефона. И в том и в другом случае сканер отпечатков очень быстро срабатывает. Наверное это самый мощный и шустрый сканер отпечатков пальцев. Потому что больше и лучше уже не надо. Просто срабатывает очень моментально. Поэтому здесь тоже по плюсу каждому телефону. Седьмой момент это дизайн. В первом случае конечно дизайн очень сильно отличается. В том году вы помните прошка седьмая не отличалась ничем от обычного Redmi Note 7. В этом году большая-большая разница. И конечно Redmi Note 8 Pro за счет своих изящных линий, за счет задней крышки, переливающейся очень красивой, выигрывает в этом отношении. Это лично, друзья, мое мнение. По справедливости Redmi Note 7 для 2019 года выглядит тоже очень даже топчик. Поэтому здесь его тоже, друзья, не стоит списывать со счетов. Но все-таки Redmi Note 8 Pro выглядит лучше. 8. Модули связи. В первом случае LTE, BND и все есть. Третий, седьмой и двадцатый. Все отлично. Lloyd, Wi-Fi 2.4, 5 Гц, GPS и NFC, друзья, присутствуют в этом телефоне. Во втором случае LTE, BND 3.720, Wi-Fi также 2.4, 5 Гц, но NFC нет в этом телефоне. Все остальное, друзья, также есть. Здесь плюс достается восьмерки Pro. Девятый это порты. Redmi Note 8 Pro, USB Type-C, зарядка на 18 Вт, быстрая, сразу же в комплекте, отлично. И обычный комбо-лоток под две наносимки, либо наносимка плюс microSD. Во втором случае, друзья, почти что все то же самое, USB Type-C, но стандартная зарядка в коробке 5 Вт, 2 Ампер. То есть никакой вам быстрой зарядки. И это очень плохо, то, что ее не положили в комплект. Поэтому плюс достается Redmi Note 8 Pro. Десятое это фото возможности телефона. В Redmi Note 8 Pro основная камера на 64 Мп, Redmi Note 7 48 Мп. Давайте посмотрим, есть ли разница между этими камерами. Для начала мы возьмем обычную основную камеру, сделаем небольшой кроп. И обратите внимание, разницы вообще, по сути, друзья, нету, если посмотреть на это дерево. Очень интересно. Если посмотреть в целом на фотографию, на цветопередачу, цветокоррекцию, все, по сути, одинаково. Слева 64 Мп камера, справа 48 Мп. Если мы сделаем, друзья, большой кроп и посмотрим на это здание, то видите ли вы разницу? Я особой разницы не вижу, потому что ее, в принципе, нет. Конечно, где-то деталек больше, но эта разница очень и очень минимальная. По сути, если вы не профессионал, то вы этой разницы не заметите. Чтобы не ошибиться, мы сделаем еще одну фотографию на 64 Мп. Сделаем сразу большой-большой кроп. И тоже есть, конечно, разница. 64 Мп снимает чуть-чуть лучше по цветопередаче. Справа Redmi Note 7 засветлил. Redmi Note 8 справился лучше с этой задачей. И в абсолютной темноте, если фотографировать, то такие снимки получаются. Плюс-минус они одинаковые. Но даже, мне кажется, в Redmi Note 7 камера справилась лучше. В основной камере я ставлю плюс как Redmi Note 8 Pro, так и Redmi Note 7. Потому что между ними разница абсолютно минимальная. И те 64 Мп, которые нам заявляли, справляются так себе, почти что на уровне Redmi Note 7. 11-й момент. Это видео возможности каждого телефона. Первый снимает, отмечу, что в 4К. Второй в Full HD качестве. Но снимать мы будем на одинаковых настройках. Стабилизация есть как в одном, так и в другом случае. Redmi Note 8 Pro. Снимаем все на тех же настройках, друзья. Разницы особо я не заметил. Давайте проверим стабилизацию. Она здесь есть. Она здесь тоже очень хорошая. Но, в принципе, как и у конкурентов. Redmi Note 7. Снимаем в Full HD качестве. Звук тоже пишем непосредственно на камеру. Если сравнить с конкурентами, тоже особой разницы я не заметил. Давайте проверим стабилизацию. На Redmi Note 8 Pro есть еще широкий угол. Это, конечно, классное преимущество по отношению с Redmi Note 7. Там нет этого широкого угла. Но, если честно, снимает он так себе. По видеовозможности мне понравился и тот, и другой телефон. Поэтому здесь тоже по плюсу каждому телефону. Следующий момент это фронталка. Давайте посмотрим примеры фото на оба телефона. Что называется, найдите несколько отличий. По сути, два телефона передают фотографии в своей цветокоррекции разные. А разницы в детализации нет. Потому что, когда мы делаем кроп, по сути, плюс-минус детализация одинаковая. Где-то Redmi Note 8 Pro чуть-чуть лучше справляется, но эта разница абсолютно-абсолютно, друзья, минимальная. Где-то Redmi Note 7 справляется лучше. У него больше деталек в одном месте. По фронтальной камере они, по сути, одинаковые. Здесь тоже каждому телефону достается по плюсу неплохая фронталка для этого года. Тринадцатый момент. Это эргономика. Эргономика очень важна для 2019 года. Потому что, насколько удобен телефон, настолько удобно им пользоваться. Так вот, юзая два этих телефона, я не заметил большой разницы. По сути, габариты у них одни и те же. В руке лежит одинаково как один, так и другой телефон. До иконок дотягиваться не всегда удобно. Сканер отпечатков пальцев расположен в удобном месте. Но, если говорить в целом, и тот, и другой телефон не самые эргономичные телефоны для 2019 года. Поэтому здесь каждому телефону не достается плюс, а просто остается пробел. Ну и последнее. Четырнадцатая. Это цена телефона. По сути, одно из самых основных значений. Потому что, сколько у тебя денег в кошелечке, столько ты и готов выложить. Redmi Note 8 Pro. Комплектация 664 стоит 17600 рублей на Алиэкспрессе. Это примерно 270 долларов. Redmi Note 7. Комплектация 464 стоит 10500 рублей. Примерно это 150 долларов на Алиэкспрессе. Скоро, друзья, распродажи. Не забывайте об этом. Все ссылочки в описании, как на телеграм-канал, так и на эти телефоны. Можете положить себе в корзину. А на распродаже можно будет урвать их за очень вкусную цену. На телеграм-канале, друзья, я буду выкладывать все эти телефоны, все скидки, купоны, все, что только будет на 11.11. Поэтому не забывайте подписываться на телеграм-канал. Так вот, по цене, конечно, выигрывает и Redmi Note 7, потому что у него более привлекательная, более хорошая цена. Подсчитаем плюсы у каждого телефона. Redmi Note 8 Pro 11+. Redmi Note 7 9+. Если проанализировать эту ситуацию, то в целом у Redmi Note 8 Pro основное преимущество это NFC и процессор игровой. Хотя он неплохо так кушает батарейку, но в играх, конечно, он будет справляться гораздо лучше. Здесь споров нет. Redmi Note 7 проиграл здесь по быстрой зарядке, то, что ее здесь нет, и по дизайну. Но это плюс-минус такое себе, а по цене он сейчас гораздо выгоднее. Камеры, как вы заметили по тесту, плюс-минус одинаковые. Здесь вы разницы большой не найдете. Это сравнение, друзья, меня удивило, потому что Redmi Note 8 Pro, я думал, будет просто в разы выигрывать у Redmi Note 7. Но этого, к сожалению, друзья, не произошло. Пишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. С вами был я, Эдскрабер. Скоро новые сравнения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok